Добрый день, дорогие друзья! Моё сегодняшнее утро началось с хозяйственных дел. Я уже в квартире навела порядок. Славик у меня поработал, я помыла полы, поменяла постель. Ну, в общем, повытирала пыль, навела порядок. Ну и, в общем, скажем так, когда у меня такое настроение на уборку, помимо этого у меня ещё бывает настроение на то, чтобы почистить посуду, например. Я не могу сказать, что прям я чищу всё подряд. Но, по крайней мере, именно то, что требует такой серьёзной чистки, я чищу. Сейчас у меня вот эта вот сковорода и ложечки, потому что ложечки чистятся у меня на регулярной основе по той причине, что от кофе и от чая они быстро темнеют. Вот. И, естественно, надо их чистить. Вот. Я и сама не люблю, когда они не, ну, скажем, такие потемневшие, да. И мало ли, вдруг кто-то в гости придёт или ещё что-то. Ну, в общем, я, наверное, раз в неделю их чищу. У меня, конечно, лежит одна дежурная ложечка, которую я лично не использую, а чтобы, если гости придут, эту ложечку давать гостям, чтобы она была чистая. Ну, пользуюсь я вот этим вот средством. У меня, я их приобретала два, у меня до сих пор один как был, так и есть. Несмотря на то, что я там часто им пользуюсь, всё равно вот как бы расход такой хороший. А потом у меня следующая вот эта кастрюля, потому что я готовила в ней свеклу, и она, естественно, вот такой вот у неё цвет. Я, если честно, не помню, чистила я её этим средством или нет, испорчу я или нет, что это за металл. Ну, если вдруг что-то с ней случится от этого средства, она у меня уже, я не знаю, сколько ей лет, 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 в крайнем случае я её заменю. Но хочу вот проэкспериментировать, посмотреть, почистится или нет. Вот. Ну, а сейчас я, в принципе, оставлю, пусть постоит минут 15. Вот, посмотрю, что будет. Сковорода эта у меня используется только для разогрева. Разогреваю в ней только, допустим, пирожочки, сырники, котлетки. Вот, всё такое, ну, скажем, десерты там или вторые блюда. Это то, что не нужно прижаривать, потому что уже выгорело, видимо, дно и всё прилипает. А вот если просто положить на тихий огонёк и разогреть, она, в общем-то, нормальная. Естественно, от того, что на сухой сковороде это всё разогревается, она вот небольшой нагар такой имеет. И её я тоже часто чищу. Так, в общем, пойду-ка. Я в комнату сейчас повяжу немножко, вяжу салфетку. Не хочу вам её пока показывать. Уже довяжу, тогда покажу в готовом виде. Я уже рассказывала, что у меня на моём телеграм-канале есть группа салфетки для любителей салфеток и скотертей. Ссылки все под видео. Можете проходить, записываться туда, подписываться. Я почти каждый день красивые схемы там выставляю. Девочки тоже выставляют там, и даже и видео выставляют. И свои работы показывают. В общем, у нас там каждый день подрастает группа. Нам, лично мне, нравится такое общение. И надеюсь, что эта группа будет у нас развиваться. Если вы хотите, допустим, как же это сказать, схему этой салфетки, которую вижу я, она, кстати, схема, это не очень хорошего качества. Но сколько я не искала, лучше я не нашла. Зато салфетка получается очень красивая. Так, что-то я опять заболталась. Пойду-ка. Ну что, посмотрим, что у нас тут получилось. О, красота! Смотрите, идеально. Можно, конечно, руками все это дело делать. Но я одеваю перчатки. Руки и так очень поддаются воздействию. Например, пропитки, когда вяжешь и так далее. Вот почему-то вот эта ложечка, не знаю, с чего она сделана, но она почему-то становится черной после того, как... вот какая-то это посветлее, это потемнее. Не знаю, что с ней. Но меня больше интересует сковорода. Видите, бесполезно что-то делать с тем, что нагорает. Не помогает это средство. Придется старым способом. Сейчас подогрею на этом. Суду положу. А что я еще там делаю? Забыла. Надо вспомнить или в интернете посмотреть. Ну что, дорогие друзья, решила я, как говорится, выйти к вам с глазу на глаз. В общем, носочки продолжаю вязать, но уже другие, те же носочки я связала. Для тех, кто не смотрит мои болтательные видео, я еще раз покажу. Такие вот у меня замечательные получились носочки. Прям прелесть, прелестная. Мне нравится. Я не знаю как. Я сегодня хотела сделать большую стирку руками, ну то есть постирать носки, потому что у меня подсобиралось уже, наверное, пар, не знаю, сколько даже я связала за эту неделю что-то очень много носочков. И получается, что я набросала все в раковину, хотела, думала, что постираю. Но у меня всегда, я не знаю, как у вас, с утра вроде бы встаю, полна энергии. И это если хорошо поспала ночь. Вчера я где-то легла в районе полдвенадцатого, потому что досматривала сериал. Вот это еще сериалы. Моя беда! Если очень хороший сериал, я прям залипаю, не могу. И вчера уже последнюю серию досматривала, можно сказать, одним глазом. Зато так хорошо легла, только до подушки и сразу уснула. Но это тоже не есть хорошо, когда ты сидишь и вот так вот себе раздираешь глаза, чтобы досмотреть последнюю минутку. Я уже лежала, я уже и ходила, и чего только не делала. Ну, я же себя приучила в десять часов ложиться спать. А тут уже одиннадцать-двенадцатый час, и хочется спать. Я тут вяжу по чуть-чуть, поэтому поглядываю вниз. Ну, у меня, можно сказать, слепое вязание. Вот. И я не знаю, как у вас. Напишите, пожалуйста, в комментарии, это я такая или у вас тоже такое бывает. С вечера ложусь. Напланирую себе, думаю, ой, утром встану, это сделаю, то сделаю, пятое, десятое. И с утра бывает, что большую часть как бы из того, что я напланировала, я делаю. Но быстро у меня этот запал куда-то девается, и всё. Я сегодня ещё хотела немножко там на балконе убрать, потеплело же у нас. Минус один, плюс один. И так как я, когда холодно, выхожу быстренько, там что-то поставила, и опять зашла. Я же закупки делала, да, и, соответственно, вынесла просто, как говорится, через порог переставила, и зашла в квартиру. У меня вчера такая интересная история произошла, что называется смех и грех. На Новый год я покупала шампанское и выпила там полфужера. Хотите, верьте, хотите, нет. И я не буду показывать. Кто хочет, тот верит, кто хочет, тот не верит. Мне написали сегодня в комментарии, какие у вас неаппетитные пирожки, и вашей морковке 50 лет, ну, соответственно, она из-за этого проросла. Я не могу. Иной раз меня так смешат, веселят, добавляют мне настроение, такие комментарии. Спасибо вам огромное за такие комментарии. Потом ещё, какой же такой интересный, смешной был комментарий, что я тоже... Меня хотели, видимо, обидеть, но кроме того, как он меня рассмешил, больше воздействия никакого не произвёл он. И что-то как-то не пришло мне на ум. Я говорю, ну, люди как будто бы рядом со мной сидят, и они видят, что я делаю, как я делаю, сколько ем, например, да, и прочее-прочее. Ну, каждый, наверное, по себе судит. Так вот, время было 11 час, я ж уже всё, в люлечке лежу, такая счастливая, смотрю сериал, он же ж такой хороший, уже концовка у него, такая уже развязка, и хорошая концовка. И я ж расслабленная такая лежу, всё, ничего не ожидая, слышу, такой бабах! Вы не представляете, я думала, что у меня что-то взорвалось. Представляете, о хорошем-то не думаешь? И я такая лежу, ни жива, ни мёртва, и вот такой хлопок, и я слышу такой стук, это ж, представляете, услышали не только я, но ещё кто-то. Ну, оказывается, что выскочила пробка шампанского, а я, когда были морозы, оно у меня стояло на балконе, и я занесла его, когда начались морозы, и поставила на порожек, там, где дверь, выход на балкон. И, наверное, с неделю стояло оно, и нормально стояло, а это ему приспичило бабахнуть. Вот так вот случается и разрыв сердца, я представляю, я так испугалась, я думала, что я не усну, но я уснула, нормально уснула. Вот так вот бывает, организм непонятно какой. в одном случае он так ведёт себя, в другом случае по-другому. Что я ещё вам хотела показать? Хотела показать, какой большой у меня получается плед, но всё равно, у меня вот совсем немножко осталось довязать. я, наверное, сегодня довяжу его, потому что меня попрохладнее стало. Вчера, сегодня, наверное, немножко прикрутили всё-таки батареи, но всё равно к ним не притронься. Я постели, когда меняла, да, и вот там с одной стороны у меня же трикотажные простыни, и они на резинке, и с одной стороны, когда я там рядом с батареей заправляла, прямо через полотенце у меня стояк замотан, я слышала, как идёт тепло, всё равно тепло идёт, даже через полотенце. Так что, вот такая ширина, и вот такая вот длина, вот, и вот эта ширина, да, и вот эта вот длина, да, будет прям такое большое, я не знаю, может быть, уже и хватит, может закруглить, а то будет прям слишком большое покрывальце, а с остатка там связать у меня же ещё есть остаток, я, наверное, над этим сейчас подумаю. Надо померить и посмотреть, такое прям большое покрывало получается, пледик большой. Вот хорошо, что я вам сейчас показала, друзья мои, для тех, кто ещё не знает, что-то всё перекашивается у меня. Для тех, кто ещё не знает, у меня есть второй канал, на котором я выставляю мастер-классы, и там несколько вариантов узора детского пледа, не просто одного узора, я прям от начала до конца, сколько я петель набирала, сколько рапортов, и т.д., и т.п., какая ширина, и прочее, ну и, соответственно, сам узор. И более того, я выбирала такие узорчики, чтобы они вязались легко и просто. Если вам актуально, проходите, смотрите, вяжите. Там помимо этого ещё у меня есть мастер-классы, как я закрываю с помощью иглы мастер-классы, есть носочек вот такой вот, да? Мысок. Мысок. Вспоминала, как это название этого носочка. Вчера я там выставила очень замечательную подборку и на первом, и на втором моём канале, и на Дзене, и на Ютубе. Я, конечно, была в шоке, ну, когда я что-то новое, красивое вижу, я, конечно, у меня такое ах! Да? И когда я проваливаюсь, вот, допустим, там увидела какую-то салфетку, и всё, и меня понесло. Я прям не могу, я за этими салфетками след бегу-бегу-бегу, пока, в общем, что-то меня не тормознёт. А здесь мне попалось вязание, и оно сейчас в тренде, его используют модные дома, соответственно, нам моду модные дома, вязальные в том числе, диктуют, да? там просто шедевры. Я даже не буду вам спойлерить, что там, как там, заходите, смотрите сами. Возможно, вы возьмёте себе на вооружение, потому что, я знаю, многие не только вяжут, но и вышивают, и ирландское кружево вяжут, и прочее, прочее. там, кстати, можно сочетать всё, что хочешь. И, скажем, такие вязальщицы, которые на слуху, которых вот Кобзева, да? Кобзева, по-моему, её, она печатается в журналах и везде, и там её моделька тоже есть. Так, что я ещё хотела сказать-то? Что-то ещё хотела сказать? Так, меня просили, чтобы я сказала свой отзыв по поводу приспособления для держателей, да? Вообще, они для бобинок, да? Но вот это вот конкретно для моточков. Значит, что хочу сказать? У меня есть клубочница, очень суперзамечательная, я её вам показывала, принесла. Вот такая. Сюда, ой, что-то она у меня, вот, сюда моточек кладётся, да? Или ложится. Здесь вот такая металлическая пластина, она прям тяжёлая, тяжёлая. Она удерживает, чтобы не двигалась, ёмкость это никуда, и чтобы всё было нормально. Хорошая в обиходе, мне нравится очень-очень. Я связала с этой клубочницей очень много изделий. в неё я вставляю такие мелкие моточки, типа пехорка ажурная, да, и рис, пенка, не кирова, то, что, ну, вот такие клубочки, моточки, скажем, да, тут у меня навешано. вот такие, вот такие. Я ж тут вяжу всякие разные скатерти, салфетки пробую, и у меня тут несколько вариантов лежит, начало всякое разное. Вот, вот эту, вот этот держатель я приобретала, это я покупала сама, у Эльвиры Костенко, магазин Дель, да, и очень тоже довольна. Если, допустим, есть такая пряжа, вот эта пряжа, у неё очень удобно снутри вот брать ниточку, и она нормально идёт, и можно без держателя, но есть такая пряжа, которую, если её потянешь, там вот такой ворох снутри вытягивается, я думаю, что многие знакомы с этим, кто вяжет, да, давно, это первое. Второе, очень удобно, вот такие моточки, на такую моточницу, ну, вы поняли, да, на вот такой держатель, и я тоже использую его, но знаете, нужно, чтобы он где-то удобно стоял, он маленький и не очень устойчивый, как только где-то как-то не так потянул, он падает, и причём так громко, в общем, вот это вот не айс, в этом смысле, вот, а ещё один держатель большой, под бобинки, мне прислала галина с канала коты, цветы и мы, вот, и я пользуюсь тоже, сейчас у меня бобинка стоит на этом, ну, на этом держателе, я тоже вяжу, всеми держателями я пользуюсь, поэтому я могу говорить только за тех, или за те держатели, которые есть у меня, за что-то другое говорить не могу, поэтому это вот я ответила, обещала, ответила, по поводу носочной пряжи мне тоже задавали вопрос, друзья, у разного производителя, даже если там написано, что примерно одинаковая пряжа, все равно немножко пряжа отличается, может быть краска используется какая-то другая, может быть еще что-то, вот здесь у меня три варианта пряжи, это Happy Fit, вот это Forza, а вот это Superwash, и она по толщине вся разная, вот это потолще, прямо ее она чувствуется, что она потолще, это вот немножко тоньше, ну вот скажем, Forza и Superwash, они как-то скажем, более-менее в одинаковой позиции, я слышала очень много, вот, ну, смотрю же многих, да, блогеров, и некоторые говорят, что Forza тонкая, я не заметила, потому что я вяжу на спицах номер два с половиной, конечно, те, кто вяжет на спицах номер три, там, или больше, для них она будет тонковатая, для меня я большой разницы не увидела, что я Superwash вяжу на спицах номер два, да, все на два с половиной, я все носочки, которые у меня есть, они у меня связаны на спицах номер два с половиной, кто-то там вообще на два двадцать пять вяжет, я ни у одной слышала, что на два двадцать пять вяжут, но я имею такие замечательные спицы, у меня я как глянула, сколько они сейчас стоят, мне посчастливилось быть хозяйкой таких замечательных спиц, я столько носков на них связала, и вот такие я еще покупала, это я покупала самостоятельно, эти мне подарили, а эти я покупала, это книг про алюминиевые, тоже очень замечательные, вот эти уже я рассказывала, это китайские, деревянные, бамбуковые, я их немножко забраковала, на них вязать удобно будет детские носочки, я их для этой цели и покупала, но стала вязать на них взрослые, и они у меня благополучно погнулись, потому что видимо не рассчитаны они на то, чтобы большое количество петель навязалось на них, ну в общем я не знаю по какой причине, но в общем они у меня погнулись видно будет нет ну да вот некоторые прям видно что они согнулись вот это особенно очень погнулось третье серединке которая вот ну тоже потому что два с половиной тоненькие они поэтому они и гнутся хотя у меня такие же вот двойка на них я тоже детские вязала но они вроде бы не гнутся нормальные симфония или симфония как-то так и называется это тоже книг проб вот и вот разницы тоже что мне написали в комментариях Ирина скажите свой отзыв о разной носочной пряже вы вязали разные да я повязала и астра и и опал я вязала и вязала водопад вязала в общем спасибо моим подписчикам они мне присылали разную пряжу и я попробовала много и конечно же практически вся пряжа в одной толщине и я же говорю что те кто не вяжут на тонких спицах для них может быть форза и тонковатая и еще бывает же как-то там объемный акрил да высокообъемный может быть здесь какой-то акрил такой тонковатый или еще что-то ну не знаю мне нравится мне нормально вот если допустим брать по плотности вязания посмотрите на одних и тех же спицах у меня одно и то же натяжение было потому что мной вязалось в одно и то же время вот этот носочек да посмотрите какое ровное здесь гладкое вязание прям и петельки такие тоненькие да и вот то же самое это форза а это супервуш и здесь вот немножко корявенькая хотя у меня пряжа нормальная здесь была намотана на клубочки на моточки как вы же видели и это вот такая она не перекрученная не перемотанная ничего а вот выглядит вот так вот не знаю из-за чего это но вот такое мое субъективное мнение итак дорогие друзья я наверное с вами попрощаюсь на сегодня там вопросов еще много но я как-то не особо не подготовилась да скажем то что в голове было ответила когда буду отвечать конкретно на вопросы я выборку сделаю и тогда уже мы с вами пообщаемся я еще расскажу если я не ответила на ваш вопрос отвечу обязательно я часто отвечаю сразу в комментариях да либо пишу что отвечу в видео ну в общем на мой взгляд я отвечаю на все вопросы если если вдруг я не ответила на ваш вопрос и давно уже не ответила напишите мне под видео а вот сейчас еще пришло уже я неоднократно отвечала на этот вопрос как справочное бюро ирина подскажите как вы выводите деньги с ютуб друзья мои как я вывожу сейчас уже так не выведется потому что тот банк который через который я вывожу сейчас уже не работает с новыми клиентами только со старыми и каждый раз при когда я жду что придет ко мне должна быть зарплата в ожидании чуда скажем так вот так Конаден каждый раз говорит в своих видео о том что они помогают тем выводить деньги кто не может вы можете попытать свое счастье и может быть не знаю но вроде бы как они сейчас работают от тысячи долларов раньше принимали с меньшими это медиа сеть я думаю Конадена многие знают да я рекламировать его не буду но скажем так через него у меня получилось это сделать но сейчас никто не хочет с мелкими суммами связываться вот так вот лично у меня очень мелкая сумма сейчас кое-как на 100 долларов выходит ладно дорогие друзья до новых встреч до новых видео здоровья вам всего самого наилучшего с вами была Ирина субтитры